Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Благодарим вас за время, которое вы на нас выделили, и за интерес к нашей встрече. Тема нашей сегодняшней встречи – это новая стандарта ФСБУ-14-2022. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. И на слайдике вы видите наши контакты, то есть наши электронные почты, телефоны и адрес сайта. Итак, приглашаем вас посетить наш сайт, там много интересной информации. И хочу сразу обратить ваше внимание, что если вам по какой-то причине не удалось досмотреть до конца наш вебинар, или были какие-то технические сложности, то через некоторое время мы выкладываем запись вебинара, вы сможете его посмотреть, если что-то заинтересует, то более внимательно на этом остановиться. Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Вопросы можно задавать в любом формате, что письменно, что устно. Если вы будете задавать вопросы письменно, мы сможем более предметно ответить на ваш конкретный вопрос, уже именно относительно вашей ситуации. Ну и, соответственно, будем рады оказать любую помощь, которая касается программного обеспечения семейства 1С, разработку, установку, выполнение каких-то настроек. Короче, милости просим. Как будет построен наш сегодняшний вебинар? То есть нормативную информацию я вам буду показывать на слайдах. И мы с вами будем переключаться на демонстрационную базу 1С ERP. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Хочу обратить внимание, на какой версии мы будем сегодня смотреть. Проверить, какая у вас версия, вы можете, перейдя вот по этой пиктограммке, информация о программе, и у вас, соответственно, появится информация о том, какая у вас программа установлена, какой релиз. Почему релиз это важно? Потому что, например, ERP 2.5 версия до 7 достаточно сильно отличается по компоновке и по интерфейсу. То есть и 2.4, и 2.5 функционал у них, в принципе, достаточно идентичный. Единственная разница в том, что чуть-чуть по-другому скомпонованы разделы. То есть функционал тот же, но раскидан по разным местам. Итак, мы сегодня с вами поговорим. Сейчас я позакрываю лишние окошки, чтобы они нам не мешались. Мы сегодня поговорим про ФСБУ 14. Снова переключаемся на наши слайды. И теперь, что хотелось бы сказать по программе нашего вебинара. То есть сначала мы поговорим о том, для кого это ФСБУ обязательно есть, исключение или нет. То есть может кто-то его не использовать или не может. Что изменилось в связи с принятием этого ФСБУ. И, ну, естественно, сроки применения, когда оно будет обязательным, как это будет происходить сейчас. Как проводить амортизацию, исписание нематериальных активов. Ну и, собственно говоря, изменения, которые надо внести в настройку или не надо вносить в настройку. Как это отражается в регламентированном учете. Ну и, соответственно, посмотрим некоторые дополнительные сервисы и отчеты, которые можно получать в программе 1СЕРП. Итак, 30 мая Нинфин выпустил приказ. Его реквизит вы видите на экране. Об утверждении федерального ФСБУ 14.2022 нематериальные активы. То есть это в рамках реформации бухгалтерского учета. И этот, собственно говоря, ФСБУ очень плотно завязан на информацию, которая содержится в двух других ФСБУ, которые с этого года уже обязательны к применению. Это ФСБУ 6.2020 и 26.2020. То есть 6 ФСБУ 6 – это основные средства. И ФСБУ 26 – это капитальное вложение. То есть, собственно говоря, именно 26.2020 – это ФСБУ, которое регулирует капитальные вложения, которые можно учесть в нематериальных активах. Даже больше того, несмотря на то, что эти два ФСБУ приняты были уже все-таки достаточно давно, два года назад, тем не менее, в этом году в них были внесены изменения, которые учитывали конкретно ФСБУ 14, про которые мы с вами будем говорить. Эти изменения, в общем-то, были выпущены тоже в мае месяце. И учитывают те реалии, которые ФСБУ 14 вводит, так сказать, в жизнь. Итак, значит, этот стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах. Значит, этот стандарт могут не применять бюджетные организации и кредитные. Стандарт планируется применять, начиная с бухгалтерской отчетности за 2024 год. Однако, вы можете не дожидаться этого срока, и если организации это выгодно, то вы можете принять решение о применении этого стандарта досрочно, в добровольном порядке. Ну, соответственно, в этом случае нужно будет внести изменения в учебную политику. Мы про это поговорим еще немножко позже. Ну, на данный момент, если организации выгодно применение этого ФСБУ, то можно его уже начать использовать. Ну, и, соответственно, в связи с тем, что в этом ФСБУ есть некоторые новые требования, то признается утратившим силу с 1 января 2024 года, то есть через год, приказ Минфина, который утверждал положение по бухгучету, то есть ПБУ, 14 дробь 2007. На самом деле, принципиальной разницы такой, чтобы вот какие-то кардинальные изменения между ФСБУ-14 и ПБУ-14 нету. Есть уточнение формулировок, есть немного расширенные понятия, но каких-то революционных новшеств в учете нематериальных активов 14 ФСБУ не содержит. Для кого обязательно ФСБУ, мы уже с вами поговорили. То есть организации бюджетной сферы и кредитной сферы могут их не применять. И также организации, которые имеют право на применение упрощенного способа ведения бухгалтерского учета, тоже могут не применять. Но не полностью все ФСБУ, а только некоторые подпункты. Их перечень вы тоже видите на экране. Вот здесь хочу немножко уточнить, кто у нас имеет право применять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Это предприятия, которые входят в реестр МСП, то есть малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы быть на 200% уверенной, что вы ничего не нарушите, вам надо проверить, включено ли ваше предприятие в этот реестр. Это можно сделать на официальных сайтах, можно сделать через справочные системы практически все, которые есть, там и гарант, и консультант, и многие другие. Очень хорошо информация по этим вопросам подается в главной книге. То есть это журнал «Главная книга», который есть и в электронном виде, и в печатном формате. Еще очень неплохие материалы размещены на сайте налог-налог.ру. Там достаточно много сжатой, концентрированной информации, так что часто этот ресурс оказывается очень полезным. Мы уже про это поговорили, немножко забежали вперед, что если вы принимаете решение о том, что вы хотите применять новое ФСБ уже сейчас, не дожидаясь 2024 года, то, соответственно, это нужно сделать в учетной политике. То есть и в бумажных форматах, соответственно, распечатать учетную политику, приказ о применении учетной политики и так далее. И в этом случае нам нужно будет еще сделать некоторые настройки в самой конфигурации 1С. Как вы видите, одновременно с ФСБУ-14 применяется ФСБУ-26, дробь 2020, капитальные вложения. Поскольку теперь получается, что ФСБУ-6 по основным средствам не содержится перечень затрат, то есть раньше в ПБУ, которые регулировали эти разделы учета, информация о составе затрат была включена. Сейчас она вынесена в отдельное ФСБУ, ФСБУ-26, который называется «Капитальные вложения» и описывает состав затрат и для основных средств, то есть объектов эксплуатации, и для нематериальных активов, то есть того, что перечислено вот в этом 14-м ФСБУ. Ну и, соответственно, нормативные документы обязывают вас сообщать пользователям бухотчетности о досрочном применении ФСБУ. Что значит сообщать пользователям? Ну, то есть практически это необходимо в пояснительной записке для налоговой инспекции по... к балансу. То есть, соответственно, это годовой баланс. Если вы с этого года принимаете решение применять это ФСБУ, то это будет годовой баланс за 2022 год. И в пояснительной записке должна быть информация о том, что вы начали досрочное применение этого ФСБУ. Что такое нематериальные активы в сфере относительно этого нового ФСБУ? Ну, то есть здесь есть два признака, по которым объект может быть признан нематериальным активом. Это если он не имеет материально-вещественной формы и если он предназначен для использования организации в ходе обычной деятельности, например, при производстве или при продаже организации своей продукции, либо товаров. Ну, и, соответственно, если выполняются какие-то работы или услуги, или сдача в аренду, ну, то есть любые варианты экономического использования данного актива. Если этот актив имеет срок использования более 12 месяцев, то в этом случае, или операционный цикл, который превышает 12 месяцев, в этом случае это тоже будет считаться нематериальным активом. Если объект способен приносить организации экономические выгоды, то есть говоря по-пролетарски, доходы, или, например, в будущем он может обеспечить достижение каких-то целей, ну, например, там право владения, право какие-то товарные знаки, еще что-то аналогичное. В этом случае, если у вас есть какие-то лицензионные договора или какие-то другие документы, которые подтверждают ваше право на такой актив, то, соответственно, это тоже будет отнесено к нематериальным активам. Ну, и еще одно очень важное дополнение, что этот объект, этот актив может быть выделен, то есть идентифицирован из других активов, или его как-то можно обособить и отделить от других активов. Это важно, когда у вас есть, например, какой-то комплекс, комплекс прав или еще что-то аналогичное. Следующий слайдик, который я хотела бы вам показать, это уже немножко более подробно расшифровано, применительно к коммерческой работе, что же такое все-таки нематериальные активы, не законодательная формулировка, которую мы только что с вами разобрали, а именно на практике. То есть это компьютерные программы, причем, обратите внимание, компьютерные программы – это не те, которые вы приобрели право использовать в течение какого-то периода, а именно компьютерные программы, которые вы создали, и авторство, на которые подтверждено какими-то документами. Это могут быть изобретения промышленной модели, это могут быть произведения литературные, научные, произведения искусства. Ну, самое распространенное, наверное, в коммерческой практике – это товарные знаки. Ну и, соответственно, ноу-хау, который вы используете, например, в какой-то своей технологии производства или еще что-то. И сюда также входит деловая репутация. Как сейчас модно ее называть – Гудвилл. Согласно 14 ФСБУ, к нематериальным активам не относятся. То есть вот здесь, обратите внимание, потому что ППУ 14-2007 – это немножко трактовало по-другому. То есть не относятся к нематериальным активам средства индивидуализации компаний, которые созданы собственными силами. То есть фирменное наименование, товарный знак, который вы сами придумали, знаки обслуживания и так далее. То есть вот именно касательно товарных знаков, вот здесь обратите внимание, потому что разница между тем, что можно включать и что нельзя включать, какие товарные знаки, касается именно документов, которые, ну, соответственно, сопровождают появление этих товарных знаков. Раньше по старому ППУ можно было относить большинство из перечисленных позиций, можно было относить к нематериальным активам. Значит, сейчас, поскольку к нематериальным активам они перестали относиться, то затраты, которые связаны с созданием таких объектов, признают в составе затрат в том периоде, в котором они были выполнены. То есть, например, информация о покупателях, заказчиках или иных контрагентах, созданная собственными силами, то есть, возможно, это какие-то каталоги, реестры и так далее, сейчас сюда не относятся. Но, справедливости ради, нужно сказать, что раньше такой тип актива вообще не упоминался в 14-м ППУ. Интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию, способность к труду. То есть, это то, что называется деловая репутация, Телли Гудвилл тоже. Материальные носители, если организации принято решение об их учете отдельно, точно так же не относятся долгосрочные активы к продаже. Раньше их учитывали в составе нематериальных активов, а с 2020 года они теперь в соответствии с ПБУ 16.02 учитываются как информация по прекращаемой деятельности. Еще один слайдик, который поможет разобраться, в чем же еще отличие между этими двумя нормативными актами, это начисление амортизации нематериальных активов. Вот здесь у предприятия немножко больше, ну, если можно так сказать, свободы для творчества. То есть, стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается аналогично основным средствам путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Ну, если, конечно, это не касается нематериальных активов, по которым есть оговорки в СБУ 14. Значит, по нематериальным активам некоммерческих организаций, обращаю ваше внимание, что именно некоммерческих, амортизация не начисляется. При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету организация сама определяет срок его полезного использования, если, конечно, это в правоустанавливающих документах не оговорено. Срок полезного использования обычно выражается в месяцах, то есть период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды или для использования в деятельности, которая направлена, например, на производство какой-то продукции или на достижение цели создания некоммерческой организации. Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться из количества продукции или другого натурального показателя объема работ, который мы ожидаем, например, к получению в результате использования этого актива. Нематериальные активы, по которым невозможно точно и надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. То есть здесь ключевое понятие неопределенный срок полезного использования. В отношении таких активов с неопределенным сроком полезного использования организация должна каждый год рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности определить срок полезного использования данного актива. Если факторы такие прекращают свое действие, то организация самостоятельно определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Если в связи с этим возникают какие-то корректировки, которые необходимо отразить в бухучете, и, например, в бухгалтерской отчетности отразить это как изменение оценочных значений, то это, естественно, нужно выполнять. Определение ежемесячной суммы амортизации производится аналогично основным средствам одним из следующих способов. Это может быть линейный способ, способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной, например, продукции. Ну, чаще всего используется линейный способ. Для того, чтобы выбрать способ определения амортизации, который мы будем применять к нематериальному активу, организация может, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования такого актива. Ну, и, естественно, в этом случае мы должны рассматривать финансовый результат от возможной продажи данного актива. Если, например, у нас случай, когда расчет ожидаемого поступления будущих выгод, будущих экономических доходов от использования нематериального актива не является надежным, то в этом случае размер амортизации мы берем только по линейному способу. В конфигурации ERP для того, чтобы использовать, начать использование 14-го ФСБО, необходимо провести некоторые настройки. Как я уже говорила, учетную политику необходимо изменить не только на бумаге, но и, соответственно, ввести изменения в программу. Вы на слайдике видите, что для этого необходимо сделать, какие шаги. Сейчас мы перейдем с вами в конфигурацию, демо-версию, и сделаем это еще, так сказать, ручками на живом примере. Здесь я просто хочу на этом слайдике обратить ваше внимание на то, что настройки выполняются из раздела НСИ, и вводим эти настройки в меню организации. Сейчас мы с вами перейдем в демо-базу и берем, к сожалению, не очень быстро оно переходится, как в том кино, брюки превращаются и так далее. Так вот, перешли мы НСИ и администрирование, переходим в раздел организации, то есть здесь у нас с вами список наших юридических лиц, которые относятся к вашей группе компаний. Если вы при настройках выбрали, например, что у вас ведется, сейчас еще раз вернусь, НСИ и администрирование, вернусь вот в этот раздел предприятия, здесь у нас есть флажок «Несколько организаций», то есть в демо-базе у нас этот чекбокс установлен, то есть предполагается, что мы ведем в конфигурации несколько юридических лиц, но если у вас вот этот флажок не установлен, и вы планировали ввести одно юридическое лицо, то есть учет по одному юридическому лицу, то в этом случае у вас вот здесь вот в этом разделе НСИ подраздела организации не будет. То есть в этом случае она у вас будет одна-единственная, и перейти в учетную политику вы сможете прямо, сейчас откроем этот списочек, вы сможете прямо из другого раздела, из раздела предприятия. Так вот, ну вот, например, открываю любое юридическое лицо, которое я вижу в этом списке, и теперь у нас есть две закладочки «Учетная политика» и «Зарплата и кадры». Обратите внимание, что в учетной политике у нас это новый интерфейс, он примерно полгода назад вот в таком виде появился. До этого интерфейс был немножко другой, функционал такой же, но чуть-чуть другая компоновка. То есть у нас есть учетная политика для финансового учета, у нас есть учетная политика для бухгалтерского учета, для налога на прибыль и по НДС. Соответственно, нас будет интересовать на учетная политика для бухгалтерского учета. По ссылочке «Изменить» мы попадаем в окно редактирования, и, соответственно, если мы приняли решение, например, с 1 сентября применять новое ФСБУ, то мы должны сделать дополнение. Какие дополнения мы делаем на этой закладочке, то есть на закладочке «Учетная политика». Обратите внимание, то есть у нас раздел «Основные средства», должен стоять чекбокс, то есть галочка о том, что амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ-6. То есть, хотя это и не касается, то есть вроде как и не касается нематериальных активов, а касается только основных средств, но, тем не менее, это все равно должно быть. И еще одна тонкость, то есть в соответствии с ФСБУ-6 и 26, мы можем выбирать варианты, с какого момента начисляется амортизация. То есть раньше, ну как таблицу умножения, все знали, что амортизация начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Сейчас у нас есть выбор, мы можем выбрать то, как раньше начислялась организация, или выбрать дату принятия к учету. То есть, соответственно, вот у нас в демо-базе стоит с этой даты, вы можете выбрать, что для вас более выгодно. Ну и, соответственно, раздел «Нематериальные активы». Обратите внимание на такой момент, что здесь указано вести учет НИОКР в соответствии с проектом ФСБУ «Нематериальные активы». Если мы перейдем вот по ссылочке в «Опросительный знак», это контекстная ссылка, контекстная справка, то здесь будет написано, что с проектом ФСБУ, поскольку официальное применение этого ФСБУ предполагается с 2024 года. Поэтому, когда мы ставим флажок, то, соответственно, не пугаемся слова «с проектом». И здесь начинаются небольшие расхождения с бывшим ФСБУ, поскольку в бывшем ФСБУ у нас стоял акцент о том, что по-разному учитываются затраты на создание нематериальных активов, которые дали результаты, которые не дали результаты. Здесь у нас немножко по-другому формулировки, и мы должны указать статью «Списание расходов по исследованиям». Здесь мы с вами переходим, если используем вот эту ссылку, мы попадаем с вами вот в такой справочник. Это статьи расходов. Ну и, соответственно, хочу напомнить, в принципе, это все уже знают, кто работал с программами, с конфигурациями 1С, что если вы в списке видите вот такую пиктограммку с точкой, то значит, что эта позиция у вас была создана через конфигуратор. Если точечки не стоят, значит, это было создано в пользовательском режиме. Ну вот как если мы сейчас с вами нажмем кнопочку «Создать» и будем вводить какую-то новую запись. Ну просто чтобы показать, я вот сейчас выберу вот это. И, соответственно, аналитика «Списание расходов по исследованиям». Значит, здесь мы точно так же из списка выбираем то, что нам подходит, либо то, что можем создать. Ну, соответственно, выбираем, что касается именно нашего юрлица, который мы сейчас настраиваем и так далее. Я не буду здесь сейчас ничего выбирать. И проверяем, что у нас есть здесь еще. То есть требуется или не требуется еще какие-то проставить флажки. И обратите внимание особенно на раздел «Запасы», потому что запасы у нас регулируются еще одним достаточно новым ФСБУ. «Пять дробь 2019». То есть вот это как раз таки ФСБУ унесло очень много революционных, так сказать, новшеств в учет запасов. И классификацию поменяло, и терминов очень много новых. Поэтому проверьте, чтобы у вас в этом плане здесь были нужны именно вам настройки. И еще на один момент хочу обратить ваше внимание. Это вот самый последний раздел – это отчетность. Что для нас здесь необычно? Это настройка заполнения бухгалтерской отчетности. По умолчанию будет стоять, не настраивается. Но на самом деле мы можем настраивать заполнение бухгалтерской отчетности. Переходим в настройки заполнения. И в этом случае, видите, по умолчанию через конфигуратор у нас был создан только вот этот пункт меню. А это уже наше собственное творчество. То есть это мы уже наваяли в процессе демонстрации по другим моментам. И что здесь важно? Здесь есть рабочее место для настройки. Вот мы на него сейчас с вами перейдем. Просто посмотрим, что это такое, почему это важно. Выберем «Настраивается». И в этом случае мы, соответственно, можем выбрать, ну, во-первых, отчетность, которую необходимо. А во-вторых, уточнить строки. И если необходимы дополнительные строки, то настроить, в общем, под себя то, что нам требуется. Останавливаться на этом мы не будем. Это больше как шли и смотрели окружающие пейзажи. Так, значит, здесь мы настройки сделали. Но настройки, которые касаются, например, конкретно нематериальных активов, здесь вроде как всего ничего. Но это нужно проверить. И второе, на что хочу обратить внимание, что настройки в учетную политику не только на этой закладочке у нас присутствуют, но и также присутствуют на закладочке зарплата и кадры. То есть, соответственно, здесь применение коэффициентов для кадровиков, тарифов взносов и так далее. И раздел в их учет и выплаты заработной платы. Самое важное, что отсюда у нас попадает в, например, в отчетность, в баланс и так далее, это оценочное обязательство. То есть, это создание резервов под отпуска, под годовое вознаграждение. Ну, то есть, соответственно, резервы, которые предприятие должно создавать и применение которых у нас тоже раньше входило в учетную политику. То есть, если вы в учетной политике не нашли, например, того, что касается оценочных обязательств, то значит, нужно просто перейти на другую закладочку зарплаты и кадры. И здесь точно так же через ссылочку изменить, настроить то, что вам необходимо видеть в официальной отчетности. То есть, в балансе, в приложениях и так далее. Так, сейчас мы с вами это закроем и вернемся снова к слайдикам. Потому что, на самом деле, там у нас достаточно много именно нормативной информации. Ну, вот еще слайдик. Это я, собственно, то, что только что сказала, просто уже в иллюстрации. Потому что у некоторых зрительная память лучше, у некоторых слуховая. Поэтому я еще раз вам покажу слайдики. То есть, мы работаем с закладочкой учетная политика. И когда у нас все настроено, то на закладочке учетная политика вот в этом пункте, вот в этом разделе точнее, у нас будет отражено, что с какого момента начисляется амортизация. То есть, с даты приема в эксплуатацию или с следующего месяца. Ну, и, соответственно, применение ФСБУ 6 и, поскольку они применяются вместе, 6 и 26. И еще один слайдик иллюстрация. Это внутренности, так сказать, настройки учетной политики. То, что мы с вами посмотрели на практике и понажимали разные кнопочки. Следующая порция нормативной информации – это то, что ФСБУ 14 вводит новое понятие «малоценные нематериальные активы». Это абсолютно аналогично тому, что входит в 6 ФСБУ. То есть, оно в 6 ФСБУ вводит понятие «малоценные основные средства». В предыдущем ПБУ 14 2007 года малоценных нематериальных активов не выделялось. То есть, они не имели отдельной группы, и у них не было обособленного порядка учета. То есть, они учитывались в общем порядке. Теперь «малоценные нематериальные активы» – это активы, которые характеризуются признаками, установленными для нематериальных активов, но имеющие очень незначительную стоимость за единицу. То есть, для основных средств, например, сейчас убран критерий стоимости и оставлены только критерии срока использования. То есть, например, свыше 12 месяцев, а стоимость не определена. То есть, если раньше были показатели 40 тысяч, 100 тысяч, то сейчас этого нет. Та же самая история у нас касается и малоценных нематериальных активов. То есть, у нас на первую страничку выходят сроки использования, а стоимость уже не оговаривается. То есть, затраты на приобретение и на создание таких активов признаются в том периоде, в котором были завершены кап-вложения. Но при этом предприятие, естественно, в любом случае должно организовать и обеспечить их учет и сохранность. Это можно делать, например, на забалансовом счете. Здесь вы видите, что в ФСБУ-26 были внесены изменения. Изменения, как я уже говорила, майские. То есть, такие же даты, как и принятие Минфином ФСБУ-14-2022. Значит, и эти изменения, которые были внесены, вот если вас заинтересует более подробная информация, то номер приказа вы видите. Они были связаны именно с тем, что принимался вот этот документ ФСБУ-14. И для того, чтобы устранить противоречия между этими документами, в 26 ФСБУ вносились небольшие изменения. Собственно, эти изменения на самом деле новшеством не являются. Они содержались в разных документах, которые регулировали бухучет. Но самое общее требование – это оформление каждого факта хозяйственной деятельности первичными документами. Это вообще требование закона о бухучете. И оно было, ну, собственно, оно звучало и в 26 ФСБУ, и в 14 ФСБУ. Ну, то есть, практически во всех нормативных актах это требование в той или иной мере звучит. Дальше затраты, связанные с выполнением НИОКР, подразделяются на относящиеся к стадии исследований или относящиеся к стадии разработок. Вот здесь обратите на это внимание, потому что раньше такой группировки не было. А теперь организация может самостоятельно применять такую группировку. И, соответственно, в зависимости от группировки уже будет определяться порядок их учета. Еще один пункт, еще одно требование – это связанные с выполнением НИОКР фактические затраты, которые не признаются капитальными вложениями в нематериальные активы. Раньше это называлось расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата. Я про это уже тоже говорила немного ранее. То есть в этом случае у нас будут затраты, относящиеся к стадии исследования и затраты, относящиеся к стадии разработок, в отношении которых не соблюдаются условия признания в качестве капитальных вложений. Ну, либо затраты, которые организация не может однозначно классифицировать как затраты, относящиеся к стадии исследований или затраты, относящиеся к стадии разработок. То есть, например, затраты, которые можно и под один, и под другой пункт отнести. Ну, еще несколько слов хочу сказать вот о каких вещах. То есть у нас есть расходы, перечень расходов, которые либо наоборот разрешили к использованию с 2022 года, либо наоборот запретили. То есть с 1 января в расходы на НИОКР можно будет включить затраты на приобретение исключительных прав на изобретение. То есть, соответственно, если в этом случае эти права документально оформлены. Обратите внимание, что если, например, вы разрабатывали какие-то программные продукты, то в этом случае возникает чисто практический вопрос, что оформить права на эту программу достаточно трудоемкий процесс, начиная от того, как ее представить для оформления прав и кончая просто достаточно длительным периодом для этого. Кроме исключительных прав, это могут быть полезные модели. Например, промышленные образцы, какие-то селекционные достижения, поскольку сейчас сельское хозяйство развивается достаточно бурно, то это тоже актуальная тема. Ну вот, как я уже и говорила, это программы для ИВМ и базы данных, топология, интегральные микросхемы по договору об отчуждении исключительных прав. Что это обозначает? Что расходы на перечисленные нематериальные активы организация вправе учесть единовременно, то есть не начисляя амортизацию, не погашая стоимость течения длительного периода, а единовременно. В этом случае, если вы хотите учесть единовременно, вам нужно подстраховаться и обложиться, так сказать, документацией, которая подтвердит, что ваш нематериальный актив попадает под критерии, по которым разрешено единовременное списание затрат. Ну, кроме этого, права использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору. При этом приобретенные права должны использоваться исключительно в научных исследованиях или опытно-конструкторских разработках. Ну, здесь еще нужно сказать, что штрафы и возмещение ущерба в этом случае идут в убытке. По статье пении штрафы, уплаченные в бюджет и государственные внебюджетные фонды, соответственно, пении штрафы нельзя учитывать в расходах налоговой базы по прибыли. Это у нас регулирует налоговый кодекс, статья 270. А с 1 января к ним добавятся платежи в бюджеты в целях возмещения ущерба. То есть, еще одна новая формулировка. Инвест-вычет по налогу на прибыль можно применять к дорогостоящей недвижимости. С 2022 года по решению региональных властей в состав инвестиционного налогового вычета могут быть включены в том числе расходы на создание либо приобретение дорогостоящих объектов недвижимого имущества, то есть зданий, сооружений со сроком полезного использования свыше 20 лет. Обычно это сопровождается какими-то нематериальными активами, созданием каких-то нематериальных активов, то есть регистрации прав ну и всего сопутствующего комплекса. Может быть разработка проектная, какая-то проектная документация и так далее. Ну и последний слайдик по нормативной информации. Как рассчитывается сумма амортизации по нематериальным активам? Ну, при линейном способе, то есть это самый распространенный способ из тех, которые сейчас применяются. Сумма амортизации рассчитывается исходя из фактической, то есть чаще всего это первоначальной стоимости, или и текущей рыночной, в случае, если у нас производилась переоценка стоимости. Ну, соответственно, в этом случае берется такая стоимость и срок, в течение которого предполагается полезное использование этого нематериального актива. Способ, который называется уменьшаемый остаток, он применяется реже, в принципе, он не так давно существует, как линейный, но тем не менее. В этом случае, исходя из остаточной стоимости, ну, либо фактической, либо первоначальной, стоимости актива на начало месяца, эту стоимость мы умножаем на дробь, в числителе которой стоит коэффициент не выше трех, а в знаменателе оставшийся срок полезного использования в месяцах. Ну, на самом деле звучит это достаточно страшно, но по поводу амортизации расчета способом уменьшаемого остатка достаточно много всяких пояснительных материалов, комментариев, но здесь все-таки лучше всего описывает эти способы скорее всего консультант, потому что в гарантии как бы немножко более жесткая, немножко более официальным языком даются комментарии. И еще один способ это списание стоимости пропорционально объему продукции, то есть это в случае, если у вас нематериальный актив рассчитан на какой-то объем выпущенной продукции, то в этом случае мы применяем вот этот метод. способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется организация и должен уточняться. Если расчет ожидаемого поступления будущих доходов, то есть будущих экономических выгод от использования нематериального актива сильно изменяется, то способ расчета сейчас извините рекламка выплыла, то способ определения амортизации такого актива тоже должен быть изменен. При этом естественно возникают в бухгалтерском учете и в отчетности корректировки. То есть корректировки об изменении оценочной обязательств. Обратите внимание, я специально оставила гиперссылку, что это было сделано по приказу Минфина, но уже достаточно в нынешней жизни древнего, то есть от 2010 года. И если у вас такая ситуация возникла, то нужно в первую очередь проверить другие нормативные акты Минфина, которые касаются ситуации с нематериальными активами, потому что изменений достаточно много именно в этом году произведенных, уж не говоря, что про 2010 год. Ну и собственно амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету. Оно начисляется естественно до полного погашения, либо до момента, когда этот нематериальный актив списывается, то есть не просто гасится амортизационными отчислениями, а списывается с актива бухгалтерского учета. Мы сейчас с вами снова перейдем в демо-базу и посмотрим на ней еще несколько моментов, которые могут в какой-то роли послужить костыликами, справочниками, ну то есть назвать как угодно, то есть помогут вам в составлении отчетности, в составлении пояснительных записок и так далее. То есть это мы с вами смотрели раздел НСИ, сведения об организации, смотрели учетную политику и настройки по зарплате и кадрам. Значит, то, что я хотела бы вам еще показать, это касается у нас регламентированного учета и это у нас раздел 1С отчетность. То есть сам по себе раздел 1С отчетность, это не путайте пожалуйста с названием доработки, потому что есть доработка 1С отчетность, вот если я сейчас перейду в какой-либо пункт, у меня появится рекламная заставочка. Сейчас пока она сообразит, что она рекламная заставочка. То есть сама по себе доработка 1С отчетности это дополнительно очень удобный сервис, который доступен для подписчиков ИТС проф. В этом случае вот она рекламная заставочка. то есть смысл в чем почему я говорю сейчас именно про вот эту доработку, потому что в связи с этими новыми ФСБУ, в связи с новыми положениями например по учету прослеживаемых товаров и так далее у бухгалтера появляется достаточно серьезная головная боль по поводу переписки с налоговыми органами. то есть должны подаваться уведомления пояснительные записки и так далее и соответственно в случае если мы идем это традиционным способом то есть через оператора по сдаче электронной отчетности то соответственно мы должны сначала создать файлик потом его сохранить потом его передать оператору например через СТКС и уже после этого только оператор передает налоговую инспекцию вот это вот этот сервис 1С отчетность работает напрямую с сайтом налоговой инспекции то есть это сильно облегчает переписку подачи уведомлений ну то есть собственно всю официальную часть взаимодействия с налоговыми органами и не только обратите внимание еще вот на что значит если мы снова переключимся в раздел МСИ администрирования ой извините регламентированный учет то здесь у нас есть сами регламентированные отчеты то есть это список отчетности которая создана и например отправлена и дальше идут письма сверки выписки с ЕГРЮ личные кабинеты и так далее когда мы переходим например вот в регламентированную отчетность то эти пункты меню у нас расположены сверху вот целая линейка то есть они также доступны только выведены немножко в другой компоновке прелесть этого режима в том что во-первых вы практически убираете одно звено в общении с налоговиками и не только с налоговиками и видите в этом журнале всю свою отчетность переписку и видите ее статус то есть обмен идет напрямую между конфигурацией 1С и сайтом налоговых органов а собственно говоря посмотреть нам нужно две вещи это уведомления и письма и личные кабинеты поскольку у нас в этом году действует режим прямых выплат ну например по ФСС электронные больничные лески и так далее то это становится очень актуальным то есть если мы переходим в раздел личные кабинеты то здесь мы с вами можем зарегистрировать личный кабинет на прямую на сайте налоговых органов то есть либо юрлица либо налогоплательщика можем зарегистрировать личный кабинет соцстрахи единственная тонкость что в некоторых случаях соцстрахом нужно им вести заявление что прошу начать применение электронного документа оборота и так далее ну и кроме соцстраха здесь еще идут и другие фискальные органы то есть Росприроднадзор и так далее и выделен личный кабинет для ФСС по учету электронных листков нетрудоспособности вот это очень-очень удобный режим потому что как только поликлиника выписывает какие-то больничные листы то соответственно через личный кабинет они в ФСС попадают и через личный кабинет вы можете их видеть не дожидаясь пока человек вам принесет бумажку о том что ему выписан электронный больничный листок это очень удобно когда особенно идет окончание налогового периода то есть например закрытие месяца или еще что-то нужно рассчитывать НДФЛ а вы не знаете то ли человек просто загулял у него прогулы то ли он заболел и надо будет рассчитывать компенсацию за первые три дня ну то есть вот эти вещи очень удобны ну вот например если я сейчас покажу личный кабинет возьмем эписта то в этом случае видите мы сразу попадаем на сайт налоговых органов и можно войти не только по своему логину и паролю который вы здесь зарегистрируете но и можно через госуслуги зайти единственный момент на который хочу обратить внимание что при регистрации личных кабинетов у вас должна быть квалифицированная электронная подпись КЭП которую оформляет с нового года только налоговая инспекция то есть соответственно подать заявление на выпуск КЭП вы можете и через налоговую то есть через личный кабинет по интернету но получить допустим тот же такен уже придется только в личном формате то есть посетив налоговые органы очень интересное словосочетание посетив как будто у вас был выбор так значит я закрываю налоговые справочники еще хочу обратить внимание немножко не по теме нашей сегодняшней встречи но обратить внимание на статистику то есть не забывайте пожалуйста о том что с этого года статистика за неприменение или не сдачу или не своевременную сдачу отчетности начисляют штрафные санкции и эти штрафные санкции достаточно серьезные то есть вот 70 тысяч рублей на юридическое лицо плюс штрафы на должностные лица поэтому вот эта регистрация тоже очень полезная поскольку вы попадаете напрямую на сайт статистики можете всегда проверить не изменилось ли что-то в отношении вашей организации то есть не изменилось ли не изменилось ли отчетность то есть состав отчетности которую вы должны им подать возможно вы вносили какие-то изменения ну допустим там виды деятельности или еще что-то которые не включены например или вы не видите этих данных по игре ну то есть просто обратите внимание на статистику потому что сейчас это тоже достаточно опасно скажем так отчетность которая может принести достаточно большие убытки и еще один момент это вот настройки которые у нас есть здесь вынесены в отдельный в отдельный пункт меню значит соответственно вы можете добавить если у вас например по статистике какие-то добавились отчеты вы можете в справочниках добавить вы можете посмотреть насколько у вас актуально ваш релиз ну то есть выбрать что-то из того что предлагается в данном меню и удобная функция здесь что это можно либо по всем организациям вот как сейчас у меня стоит по умолчанию либо касательно только какой-то одной если например у вас под статистику попало одно юрлицо из всей вашей группы компаний ну и так далее посмотреть может быть настроить какие-то другие разделы например журнал чтобы выводилась какая-то более подробная информация ну и собственно говоря последнее о чем мне хотелось сказать это про применение именно доработки 1С отчетность я уже говорила что она доступна для пользователей ИТС проф и для ИТС техно так же как другие сервисы например сервис проверка контрагента очень удобный в ежедневной практике то есть при вводе каких-то новых контрагентов вы вводите только ИН и дальше все реквизиты и все сведения которые имеются в игре вам программа автоматически заполняет это как раз случай когда лень двигатель прогресса то есть вы уже точно не ошибетесь в названии как оно пишется через дефис или через кавычки где большие буквы где маленькие ну и плюс вы можете сразу просмотреть и прикрепить допустим ту информацию которую получаете как подтверждение должной осмотрительности сейчас последнее время формулировка немного изменена то есть если раньше называлась должная осмотрительность то теперь называется коммерческая осмотрительность на самом деле смысл не поменялся то есть это все так же надо подтвердить что предприятие с которым вы работаете не однодневка что оно не спонсирует напрямую Байдена или еще кого-то и ну соответственно ведет приличный образ жизни на этом разрешите нашу встречу закончить снова сейчас вернемся в наши слайдики и я вернусь к титульному листу еще раз покажу показать вам так сказать наши координаты хочу поблагодарить вас за время которое вы нам уделили за внимание ждем ваших вопросов будем рады любому взаимодействию хорошего дня и всего вам доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...